Раннее утро, 18 февраля. Мы едем к началу тропы Тангарира-Кросин. Национальный парк Тангарира находится в центре Северного острова и на его территории три активных вулкана Руапеха, Гаурухоя и Тангарира. Вдали самый высокий вулкан Руапеху, 297 метров. Еще покрытый местами снегом. Вот так схематично выглядит маршрут, по которому нам предстоит пройти 20 километров. Первые километры пути – это длинный и очень пологий подъем. Пройдены первые два километра пути. Это даже не малая толика, а микроскопическая толика этого похода. А вокруг жесткая степная трава. А дальше будут только камни, горы, облака и ветер. Мы дошли до Сода Спрингс. Это три километра. После Сода Спрингс начинается первый подъем. Вот настоящие спортсмены, они все кочки облазят. Вот это да! Снежанка исследует окружающие вулканические ландшафты. Они очень разные. Похожи на различных животных. Ой, супер, садись! Верблюдик, подвези меня. Ну, погладь его, что ли. Он хорошенький. Подкорми чем-нибудь. Пройдены пять километров. И вот мы дошли до этого предупреждающего знака, последнего. И здесь, как вы видите, написано, что погода дальше будет хуже. Возможен ветер, облака и снег. Вы в себе уверены? А у вас есть достаточное оборудование и одежда? И обувь, и шапка, и перчатки, и даже рейн-код, да? Соответственно, от дождя. Да. Ну, ребята, в общем, это 13 километров вверх. Так что... Ваше решение. Идем? Снежана говорит, идем. Ну, если вы ответили на все эти вопросы серьезно... Если вы хотите узнать какие-то вопросы серьезно, то вы еще можете вернуться, если вы не отнеслись к этому недостаточно серьезно. Только у нас нет машины. Пройдены семь километров. А впереди еще 13. Тунгарира, старейший национальный парк. Территория природного наследия ЮНЕСКО и главное место финальных сцен «Властелина колец». Идем вверх. Здесь проложены ступени. Их называют дьявольскими ступенями. Вот какие ребята идут в поход. И ничего не стонут. Ах ты, красота, такая красота. Как же тебя зовут, такая хорошая собака, а? Хона? Хона. Хона-Хона. Ай, какая ты молодец. Эх, мне б такого поводыря. И у меня снежанка. Да, тоже неплохо. Тоже неплохо. Ну, пойдем со мной. Я, конечно, не ходу, но дорогу тебе покажу. У меня есть шоколадка. Пойдем со мной. А вот на страже горы два вулканических медведя. Пока я соизмеряю каждый шаг, ползу в гору, Снежана общается с местными монстрами из лавы. Пытаюсь их задобрить. По-моему, его надо подкормить, Снежан. Дай ему что-нибудь вкусненькое. Я еду мяса. А вдруг он нас потом не пустит дальше? Ну, погладишь. Ну, ладно. Снежанка его нежна, нежна. Вот маленький тебе. Полежи ручку, Снежанки, и на этом успокойся, пожалуйста. И вот этого монстра тоже надо задобрить. Да, уж ты, пожалуйста, с ними поласковей, Снежан. Да, а то ведь это ребята не просто так тут стоят. Они тоже ждут своей порции ласки. Мы дошли до очередного устрашающего плаката. Знаете, вы стоите в середине пирокластического извержения. Знаете, это может спасти вам жизнь. Остановитесь здесь. Не ходите дальше! А здесь инструкция, что делать, если... В общем, если вдруг земля под вами задрожит, беги, куда глаза глядят. Спасайся, кто может. А это студенты-вулканологи местного университета. Ой, отдохнем немножко на вулкане. Вот же, представляешь, вот это все летело из жерла. Вот такие вот каменюки падали с бешеной скоростью. Да, если тут был кто живой, мало им не показалось. Застывшие потоки лавы. Пес, курнос и нос. Умный вообще-то в гору не пойдет. И зачем я пройдусь на этот вулкан? Ну что ж, передышка окончена. Нам пора вверх. Вот она, зловещая и мрачная гора. Ародруин. Конус вулкана. Гаурухое. Вот туда шли отважные хоббиты Фродо и Сэм в третьей части Властелина колец. Роковая гора, в недрах которой Фродо должен был уничтожить кольцо всевластия. Мы забрались уже достаточно далеко. Я надеюсь, что мы прошли самый сложный участок пути. Но впереди еще переход, наверное, несколько километров пять. Потом вверх по стене. И потом заключительных семь вниз. Я выдержу. Мы идем все дальше и дальше. Впервые моя страсть к бродяжничеству завела меня так далеко. И в такой сложный для меня поход. Но я смогу, я сделаю это. И здесь я вижу знакомые пирамидки, как в Латинской Америке. Там это дань матери земли. А здесь, не знаю. Я иду вверх. Рюкзак давит на плечи. Хотя снежанка забрала у меня почти все. Но есть камера, с которой я не расстанусь никогда. Я бреду по Тангарира. Кажется, еще шаг, и мои силы кончатся. Но я делаю один шаг, другой. И иду все выше и выше. На территории теперешнего парка Тангарира коренные жители Новой Зеландии и Маори обосновались со времен прибытия со своей исторической родины Полинезии. Национальный парк Тангарира был создан в 1887 году. Именно тогда три величайших вулкана Руапеху, Тангарира и Гаурухое были переданы жителям Новой Зеландии племенем Туфаре Тоу. На условии, что здесь будет заповедник. И на этот шаг вождя Маори вынудила пойти беспокойство за судьбу священной земли своих предков, на которую посягало много искателей приключений. Мглистые горы, бурые равнины, желтый кратер, зловещая и мрачная гора Ародруин. В сложных местах натянуты железные тросы. Специально для меня. Да, веревочка тут не зря проложена такая. Цепь. Для таких, как я. Я взошла наверх. Наверное, я прошла самый трудный участок пути. А Роковая гора изменила свой цвет и подмигивает нам одним глазом. Отсюда, сверху, она выглядит уже по-другому. Гаурухое. А некоторые идут так, с морковкой. Наверное, ей это в помощь. Вы видите эту надпись? Здесь написано. Трек закрыт. Лучше спуститься. Вы еще можете повернуть. Russian Crazy Мы принимаем решение идти вперед. Тем более, что эта штука не горит красной. Вулканический массив Тангарира активен уже 250 тысяч лет. Самое большое извержение Тангарира произошло в 186 году. И оно было таким сильным, что образовался кратер. Гигантский кратер. Сейчас это озеро Таупа. А мы подходим к красному кратеру. 1886 метров над уровнем моря. Это даже не красота. Это просто необыкновенно. Это не планета Земля, да? Наверное, такие виды могут быть на Луне. Да, ребята, наверное, не зря я протопала больше половины пути, задыхаясь. Такого я действительно никогда не видела. Ради таких видов стоило подниматься. Багрово-черный-красный кратер в породе железа. На краю пропасти у красного кратера человек делает стойку на руках. Вот это да! И ведь не боится улететь в кратер. А ветер-то сильный и резкий. Снежана, покорившая немало вулканов, тоже говорит, что такого она не видела. Как хочется подойти к самому краю и снять, что там внутри кратера. Но страшно. Пучва-то сыпучая. Вот это вот вулканическая яма. А под ногами пропасть. Первое извержение Тангарира было примерно 250 тысяч лет назад. А 7 августа 2012 года вулкан вновь проснулся и выпустил огромное количество лавы и дыма. Этот камушек застыл у входа в кратер. А вокруг поля разноцветные лавы. Ну, теперь вниз. И здесь начинается противная сыпуха. Народ тормозит. Крутой склон ускользает из-под ног, но ничего, боковым соскальзыванием. Вниз, вниз. Полные кроссовки камней. А внизу потрясающие красоты. Изумрудные озера. Эмиралт Лейкс. Они считаются у Маури священными. И дымящиеся горы. Тоже священные. Эти озера недавние кратеры. И здесь по-прежнему ощущается вибрация. Пахнет серой. И земля горячая. Вот летели эти каменюки. Летели. И вдруг так остановились. Ожидая следующего толчка, наверное. Клуб и пара из каменных разломов вместе с сероводородными миазмами говорит о том, что вулкан спит чутко. Сера покрывает камни вокруг. Девчонки ходят по краю озера. И это опасно. А повсюду поры с серным запахом. Потому-то и старые легенды гласят, что эти геологические образования не что иное, как вход в преисподнюю. Эти невероятно красивые цвета придают озерам ядовитые соединения. Меди, мошьяка. Хотя некоторые безумцы купаются. Ох, слушай, горячие камни, Лена. Лена, уходим. Ох, слушай, горячо как. Ох, ребята, бежать отсюда надо. И тут я увидела этот указатель. И мои ноги подкосились. Нет, этого не может быть. Нам еще больше десяти километров в ходу. Ох, как мы шли по Тангарира. Была дорога далека. Вот отсюда, от красного кратера мы спустились. Прошли по долине. И опять подъем. Я надеюсь, что заключительный в этом тройке. Хотя точно не знаю. Сил уже нет. А впереди еще столько же. Вот так. А кому было легко? И кто обещал, что будет легко? Беда. Голубое озеро. Вулканическое. И опять дорога вверх. Зато встретили наших девчонок. Теперь, если что, будем ночевать в Тангарира все вместе. Похолодало. Ветрено. И очередная надпись, что все, ребята, на ваш собственный риск. Это автоматические станции для извещения об опасности. Если горит красным, идти нельзя. Мы находимся в зоне вулканической активности. Мы идем вниз. Казалось бы, это заключительная часть путешествия. Осталось совсем немного. Так я думала. Как же я ошибалась. Идем по вулканической зоне Назарт. А там вдали голубое озеро, и уже оттуда должна быть простая тропа вниз. Но так должно быть. А как оказалось, самое трудное было впереди. Десять километров. Простого спуска. Но как же тяжело. Но кто-то еще способен смеяться. Идти можно строго по тропе. А тропа вьется серпантином вниз и вниз. И кажется, что там вдалеке уже видна автомобильная стоянка. Но мы идем и час, и другой. И конца этой тропы все нет и нет. Я устала. Устала – это не то слово. Но если я выживу, то день 18 февраля я запомню на всю жизнь. А сейчас мы бредем по дремучему лесу. По которому пройти могут только хоббиты. И мы. Хотя мои ноги идти отказываются по этим камням, по этим жутким ступенькам. А лес дремучий-дремучий, и птички поют. Я иду по этому дремучему лесу. Силы меня почти покинули. Но надо пройти еще километра два. Ну, хоббиты же шли, значит, и я сходу. Конец пути! Ура! Мы вышли! Я жива! И за нами едет Вадим. Мы едем в отель. За окном – закатное небо Новой Зеландии. Никогда не думала, что я могу совершить такой 20-килогетровый поход. Наверное, пройдет еще немало времени, чтобы я осознала полностью то, что произошло сегодня. Но пока эмоции переполняют мне предельная усталость и необыкновенный восторг греют мою душу. Я сделала это. Тангарира – это незабываемо! Субтитры создавал DimaTorzok